Крутая игра, крутая игра, эмоции прям, прям кайф. Я думаю, сегодня всем было вообще кайф. Матчем открытия второго тура мужской суперлиги стал поединок в столице России. Казанский «Зенит» приехал в гости к московскому «Динамо». И это было круто. Всю неделю вокруг этого матча ходили лишь одни разговоры, что «Зенит» не может рассчитывать сразу на двух легионеров Мэтью Андерсона и Эрвина Нгапета, а также на Алексея Спиридонова. Вдобавок повреждения на тренировке получил капитан казанцев Александр Будько. Казалось бы, все в руках «Динамовцев», которых пришли поддержать около 4 тысяч зрителей. У «Белоголубых» с первых минут начали сильнейшие. У «Зенитов» стартовой шестерки вышли Ларан Олегна, Алексеев, пара доигровщиков Михайлов-Сурмачевский, Вольвич Самойленко и Алексей Вербов в роли Либера. Впервые в этом сезоне. К сожалению, вчера Таша Будько получил травму, и в последний момент пришлось мне играть. Я себя хорошо чувствовал. Было волнение, естественно, но я еще трезво соображал. Я на установке к игре сказал, к сожалению, травмирован основной пасующий. К сожалению, не приехали легионеры, и поэтому те, кто выйдут на площадку, они будут доказывать. Сидеть на скамейке запасных им надоело. Отряд не заметил потери бойца. Иначе как объяснить то, что «Зенит» буквально смял хозяев в начале матча? Эйсы от Михайлова, Олегна и Сурмачевского. Пара доигровщиков «Зенита» выглядела здорово. У «Зенита» в концовке выходили Владислав Вавичев и Денис Литвинов. А точку поставил Максим Михайлов, набравший 8 очков за сэм. 25-20. Если обеспровленный «Зенит» может играть раскрепощенно у нас дома, чем дальше, тем будет тяжелее. Видно было, нервничали, видно было, переживали. Нервы? Как бы это нормально для них. Так что молодцы справились в целом. Слава богу, был предварительный этап кубка. Межсезонные турниры очень сильно помогли мне в плане уверенности, в плане игры, во всем. Ко второй партии «Динамовцы» усилиями опытнейшего Сергея Гранкина перестроились. Казанцы же, что логично, испытывали проблемы с приемом по ходу всего матча. И на своем уровне в первой половине сыграли Сурмачевский и Алексеев. А усилий феноменального Михайлова было недостаточно, несмотря на 18 очков за три сета. Четыре к ряду ошибки в приеме и на табло 1-2 в пользу хозяев. Михайлов и Алексеев на двоих набрали 15 очков в четвертом сете. А команда оформила 5 эйсов. И, конечно же, отдельно стоит отметить очень уверенную игру Лорана Олегна, который полноценно смог заменить капитана Будько. 25-21. Дай брейк. Где-то на подаче смог усложнить тактические задумки. Всего понемножку. Я очень рад, что это огромный опыт. Временами что-то работало хорошо, что-то выключалось. Всего понемножку. Нету стабильности в приеме. Команда «Зенит» вышла. Это единственное оружие, которое у них должно было сработать, это подача. Она сработала. Пятый сет получился ну просто невероятным. С учетом того, что москвичи вели в счете 10-7. Но два блока. Уверенная защита и три подряд очка от Максима пулемета Михайлова, набравшего в итоге 28 баллов за матч, стали основой очередного шикарного камбэка на улице Лавочкина. 15-13 в пятом сете и 3-2 в матче. Мужчины браво. Наконец-то победы составляют удовольствие. Команда, в общем-то, не в лучшей ситуации находится. Иностранцев наших нет еще. Вчера на тренировке Будько подвернул ногу. Очень доволен, доволен. Макс как справляется. Олег надоволен, что не дрогнул. Надо с такой командой играть на выигрыш у себя дома. Ну, нам не хватило, наверное, настроя. Все-таки выигрыш мог быть, потому что ввели 10-7. Это не оправдание. Потому что мы пока тяжело играем. Вчера мы так поговорили, когда Саня у нас там еще ногу подвернул. Мы так прикинули, думаю, ну 3-2, может, выиграем. Сейчас эмоции на пределе. Надо немножко успокоиться. Я еще новичок на таком уровне играть. Спасибо парню, спасибо всем. И все друг другу помогали. Был сумасшедший эмоциональный фон. Просто круто. На утро команда вернулась в Казань и получила два дня заслуженного отдыха. Все мы очень ждем приезда Нгапета и Андерсена. А пока игроки будут готовиться к домашнему матчу против Кемеровского Кузбасса. И эта битва будет ничуть не хуже. Ждем вас в центре волейбола 27 октября в 17 часов по московскому времени, чтобы зарядиться волейболом. Еще вопросы? Есть? Нет? Шен, есть вопросы? Нет, нет. Шен, вопросов нету, заканчивай. А ты подписался? Э, а ты подписался? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok